Скажите, пожалуйста, как вам кажется, когда перестали читать в нашей стране возрастная категория нашего населения, которая не читала Достоевского, даже если он, значит, может быть, значит, если он не так читал. А я даже, извините, я переверну, не важно, читают они сейчас Достоевского или нет, это душа народа. То есть это виталий. Это в душах тех людей, которые не читают, которые даже невежественны. Это пространство, это души наши, это мы. Да, вот у меня еще к вам какой-то вопрос. Вы сказали, ну вот такие, по которому гренек может не перекрестить. В общем, он логически, по-моему, вопрос, он вытекает, куча беседы. Тогда давайте сейчас с вами прикинем, хотя бы только прикинем, что может быть таким гроном, и как нам его инициировать, сделать до того, как она вымерла. Как я уже сказал, это краебангурская финансовая система, раз. То есть экономический кризис, который затронет каждого. Да, каждого. Дело в том, что как мы смотрели на Европу Западную, посмотрели 20-х годов, в конце 20-х, так называемая Великая Депрессия в этой самой США, в Северной Америке, значит, была безработица на заводах. Никто не бунтовал, все запроизводили. Сельскохозяйственные рабочие разорялись, жили в обоих. Тишина, все, тишина. Это было и во Франции, и все, тишина. Когда же лопнули банки, вот тогда все началось. Дело в том, что сейчас мы, эта банковская система, это кровеносная система человеческих сообществ. Понимаете? Тромб отрывается, идет, и человек умирает из-за такого маленького сгустка. Банк лопается, казалось бы, ну какой-то один банк, Левен Бразерс, вот он там рухнул, потому что на перерыве деньги делал, деньги из денег делал, деньги, 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 деньги. Казалось бы, ну один банк и все нет, а все рухнуло и покатилось. Если не особенно такие, мне кажется, все-таки, что у нас не деньги, а земля. Потому что лухнул один, другой, третий, нет, это и короносные реки, я имею в виду. Наш народ пойдет, накопает картошки, капусты, грибы в лесу и выживет. И вот, и два, и может быть, и три, если будет. И на этом, и на этом, и на этом. Значит, ее отнять землю, воду. Да, отнять землю, воду, конечно. Что-то вспоминается 90-е годы, когда народ так делал. Да. Кстати, это уже начинается, что отнимают и землю, и воду. Это уже, это вот то, что неприязнь, уже митинги появились. Удивительные виды противоэтнической преступности. Как не скрывали кавказский фактор? А он все равно вылез снаружи. И сейчас в администрацию президента подготовили большой документ, где пытались как-то оформить государство, образующую роль русского народа. Они как раз там отрицают государство. Но именно это слово выбрали, уничтожено. Поэтому там она собирательная какая-то роль. Они перед президентскими выборами отыграли. Да, да, да. Это такая же роль. Потому что без этого, то есть он все равно, уже и Путин со своей командой, заходит на наш правый фланг и немного забирает себе какие-то слова. А слова это не просто так. Слово это не воробей, вылетит, не поймаешь. Он сказал, что это делается. Слова должны быть произнесены. Потом наступает, конечно, разочарование. Ну, единственное, еще могу сказать, бесконечный разговор. Европа одно, Русь другое. Хоть мы и по геному европейцы, но Русь матушка, веру православную, хранила. Совсем недавно еще царь батюшка был православный. Еще недавно, даже сто лет не вспомнилось, трехсотлетие дома Романовых, я смотрел хронику, когда царь на пароходе вниз по Волге спускался, и люди заходили толпы в воду просто, и он без охраны, руки им протягивает, стоит. Это было такое единение народа с царем. Через четыре года его арестовывает нацмен, сын кавмычки или кого-то, ну, якобы сибирский казак Корнинов, генерал его. Видите, всегда верхушный переворот какой-то, а дальше уж начался глобализация, уже пошла. Дальше? Нет, нет, секундочку. Народ был весь за него, но дело в том, что был клич Ленину брошен. Пролетая и всех стран соединяйтесь. Поехали десятки сначала тысяч, потом сотни тысяч со всех стран мира. И они приехали, и их просто...